Приятно сесть в полупустой вагон, который украшен шариками, гирляндой. Ночью, наверное, здесь вообще ехать будет прикольно для того, чтобы отправиться в магазин для приобретения очередной куртки на зиму. Вопрос это, конечно, философский и к нему стоит подходить с отдельным трепетом, так сказать. Но, тем не менее, куртку лучше выбирать не потому, чтобы она была там дорогая, не на один год, чтобы она была теплая. Она должна быть в первую очередь практичная, чтобы ее можно было накинуть и выйти на улицу. Собственно, для чего она и предназначена. Если она будет там из каких-то супер-пупер материалов, это хорошо. Но если эти супер-пупер материалы будут трудно чиститься, легко пачкаться и быстро мяться, то смысл. Вся практичность этой куртки сводится на ноль. Смысл брать такую вещь в холода, в зиму. Лучше обратить свой взор на что-то другое. Тем не менее, сейчас рынок перенасыщен предложениями данного типа. И можно выбрать по приемлемой цене то, что вам хочется. Для начала вы выбираете внешне, как она будет выглядеть. Ну, а потом уже идет процесс примерки. То есть, вы конкретно на себя одеваете эту куртку, которая вам понравилась. Ну и, соответственно, начинаете искать свой размер. Если с размером все получается, просто приобретаете ее. И радуетесь, как ребенок, когда курточка у вас на руках. Котеек печенюшки. Ну и, соответственно, курточку, которую я взял. Давным-давно за ней охотился. Ну, а теперь самое интересное. Будем волосастика откидывать. И подготавливать ее к носке. Первое, с чего хотелось бы начать. Неприятного, к сожалению, о том, что курточка изначально стоила 7500. Далее. 6999, 5999 и 2999. Хотя в другом магазине этой же самой фирмы эту же самую курточку можно было свободно купить за 2500 рублей. Ну все. Подготовим, будем носить. Вот этого волосастика убираем. Потому как сейчас идут дожди. И мочить его, чтобы он вонял. Не очень-то сильно охота. Типа натуральная, не знаю. Козик, собачка или чебурашка. Кто угадает. В общем, как-то так. Все бирки сняли. Магнитные тоже. Перевяжем. Пару узлов. Ну и, соответственно, в путь. Поскольку не бухаем, будем обмывать доступным капучино с печенюшкой. Как-то так. Так, еще нюансы. Вот такого плана, который нужно устранять сразу. Тут всего лишь навсего парочку таких косячков. Вот эти бирки тоже убираем. Мэйденщина для зола. Гуанчжоу, все дела. Можно ее стирать при 30 градусах. И отпаривать. Гладить не рекомендуют. Должна быть теплая на зиму. Но нитки, торчащие, присутствуют во всем своем многообразии. Все. Вроде бы готово. Хлапана заправляем вовнутрь. Здесь застегнем. Вот и все. Кноски готова. Капюшон здесь, скажем прямо, не сильно большой, но аккуратный. И без этого чебурашки намного лучше выглядит. В общем, как-то так. Жизнь покажет. Продолжение следует.